Здравствуйте! На днях Сергей Лавров вновь поднял острый вопрос, который уже годами будоражит народ России. Вопрос Курильских островов. Руководство страны последние годы активно пытается разрубить этот Курильский узел, но пока безуспешно. Почему этот вопрос вновь встал на повестке дня? И что такого в этих практически безлюдных островах? Попробуем сегодня разобраться вместе. Глава МИД Сергей Лавров сказал следующее. Когда президент Путин был избран, и когда впервые за его президентство этот вопрос всплыл в какой-то ситуации, по-моему, он встречался с тогдашним премьер-министром господином Мори, он сказал, что мы подтверждаем, как страна-продолжатель Советского Союза, декларацию 1956 года. Напомню, что речь идет о содержании главного документа, определяющего советско-японские, а ныне российско-японские отношения, подписанный правительствами и ратифицированный парламентами двух стран в 1956 году совместной советско-японской декларации. В девятой статье декларации руководство Советского Союза сочло возможным отметить в документе, что Советский Союз, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии двух островов – Хабамай и острова Шикотан. С тем, однако, что фактически передача этих островов Японии будет произведена только после подписания мирного договора. Хотя тогдашнее японское правительство было готово подписать на этих условиях и мирный договор, сохранявший фактическую оккупацию Японии в Соединенные Штаты, не желая нормализации советско-японских отношений, воспротивились этому. Госдеп США и личная его глава Джон Даллас вынудили японцев в нарушение положения декларации произвольно расширить территориальные требования, распространив их на самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруб, согласие на передачу которых Японии Советский Союз никогда не давал. Надо еще понимать, что на сегодняшний день в Японии более 100 американских военных объектов. Курилы для японцев – это то же самое, что был Крым для нас, не заживающая боль от потери и желание вернуть любой ценой, то есть вопрос национального достоинства. Мы Крым вернули. Операция «Крым наш» прошла успешно. Японцы тоже надеются провернуть операцию «Курил наш». Если только власть в Москве зашатается, мы увидим зеленых вежливых самураев на Курильских островах, а того глядишь и на Сахалине. А пока не зашаталось, наш черный пояс под дзюдо будет таскать по татами японцев, отрабатывая на них навыки бросков и обманных подсечек. Проблема современной России, если брать по-крупному, это то, что наши соседи и партнеры уже начали борьбу за русское наследство. Помните, как делились сначала испанское наследие, после падения Испанской империи? Потом была борьба и дележка бывшей Австро-Венгерской и Британской империй. Наши соседи уже в уме делят шкуру неубитого русского медведя. И все подобные демарши со стороны соседей – это такие тесты – медведь еще жив или уже нет. Наши соседи и враги видят гниение государственной системы, упадок экономики и прекрасно понимают, что рано или поздно все это приведет к социальному взрыву. Вот тогда они начнут реализовывать свои планы по отчуждению наших территорий. Уяснить надо одно. Если бы японцы хотели всего два острова и готовы были бы к хрущевскому компромиссу, то они подписали бы этот договор с мощным Советским Союзом. Сейчас подписывать договор, который, по мнению японцев, связан с потерей лица, они тем более не станут. Японская нация требует возвращения, как они говорят, всех незаконно захваченных Сталином территорий. А это четыре острова, а не два. Поэтому тот, якобы компромисс, на который готова идти Россия, их абсолютно не устраивает. В этой связи важно понимать, зачем нам вообще так срочно понадобился мирный договор с Японией. Мы же как-то жили без него более 70 лет, жили бы и дальше. Только поняв истинные мотивы нашего руководства в этом вопросе, можно будет понять, насколько они готовы отдать все четыре острова ради дружбы с потомками самураев. Россия, отдав острова, теряет единоличное присутствие в Охотском море. Ведь с островами отойдет и 200-мильная морская экономическая зона. В Охотское море смогут также спокойно заходить японские траулеры. А Охотское море – одно из самых богатых морей в экономическом плане. А американцам же, в свою очередь, нужны незамерзающие зимой проливы. Там смогут и подводные лодки в надводном положении ходить. Эти якобы заброшенные острова занимают важнейшее положение на Дальнем Востоке. И помимо экономического, имеют и важное военно-стратегическое положение. Но самое важное в этой истории даже не экономика. Это выбор будущего. Экономисты посчитали, что для создания внутреннего рынка со своей валютной зоной на территории должно проживать хотя бы 300-350 миллионов человек. Россия со всеми еще союзными республиками бывшего СССР с трудом набирает немногим больше 200 миллионов. И поэтому нам нужны сильные союзники. Япония как раз рассматривается в качестве такого союзника на Дальнем Востоке. Населения у них много. Технологически и финансово они вполне себе обеспечены. Впрочем, у России и выбор союзников невелик. Либо Япония, либо ее извечный враг – Китай. Красный Китай воспринимается нашей элитой как живой укор. И показатель того, что для достижения экономического благосостояния не обязательно было отказываться от красного проекта и разваливать свою собственную страну. Опять же, для Китая наша элита и наш народ – это люди, потерявшие лицо. А с такими людьми, как с равными, не говорят. Поэтому в союзе с Китаем Россия может быть только в качестве младшего брата. Ну или сестры. В этом союзе Япония не получит ни пяди нашей земли. Другой проект – давняя мечта черного нацистского интернационала, имеющего сильные позиции в нашей правящей элите. Это ось – Берлин, Москва, Токио. У данного проекта большое количество лоббистов и вдохновителей. Привет зеленым драконам! Для оформления такой оси необходимо снять все противоречия Великой Отечественной войны, приравнять Сталина к Гитлеру, нивелировать победу советского солдата до победы русского народа, что уже делается долгие годы. Надо будет вернуть Курилы, вернуть Кёнисберг, столицу Тевтонского ордена. Ну и так далее. Тогда эта ось может быть жизнеспособна. И из пыльных кабинетов господ-концептуальщиков перебраться на политические карты мира. При этом раскладе Курилы будут однозначно отдавать. В общем, потеряем мы острова Курильской гряды или нет, будет зависеть от того, какая властная группировка победит в Кремле. Победят представители черного интернационала, отдадим и Курилы, и Кёнисберг. Победят другие силы, будет союз с Китаем. Или что еще более фантастично, свой собственный путь развития. Но для этого нам точно нужна другая элита. Для нынешней криминально-буржуазной элиты суверенный путь развития – это слишком сложно и хлопотно. Много надо думать и мало отдыхать. Куда проще, когда за тебя думают другие люди в пыльных берлинских, лондонских и пекинских кабинетах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно задавайте вопросы и пишите свои комментарии под видео. Также подписывайтесь на мои профили в соцсетях. Ссылка в описании к видео. И всегда помните – вместе мы сила! В эту ночь решили самураи Перейти к границу реки. Но разведка наложила точно И пошел командою светен По родной земле дальневосточной На немой ударный батальон. Продолжение следует...